Генеральный партнер. Торговая группа «Абсолют». Официальный партнер. Розничная сеть «Барис». Здравствуйте! В эфире АТВ новости. В студии Анна Зуева. В ближайшие полчаса наиболее значимых событиях республики и коротко о некоторых темах выпуска. Вот попасть мне в ГАИ, да, мне крюк нужно сделать, это будет километр, километр крюк, чтобы попасть мне на ту сторону. Жители Кяхты жалуются на мэрию. По словам людей, та тратит деньги совсем не на то, что надо. Так ли это на самом деле? Задержано пятеро граждан, подозреваемых в незаконной организации азартных игр. В Улан-Удэ закрыли сеть подпольных казино, которые созданы двумя преступными группировками. Заведены уголовные дела. Идет параллельное изучение языков по одному направлению. Английский на зарядке, бурятский за обедом, русский на прогулке. Как воспитателям детсада «Зорька» удается обучать детей сразу трем языкам. Сели надолго. Убийцы Юрия Власко получили длительные сроки заключения. Один приговорен к 17, другой к 16,5, а третий к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. У нас есть кадры допроса одного из убийц, спортсмена из Бурятии. Все это происходило в ночь с 28 июля на 29 июля 2017 года. Там происходила массовая драка, в ходе которой был убит человек. Власко. Кем? Мой. Напомню, Юрия Власко убили возле села Горячинск. Спортсмен отдыхал на Байкале после турнира и вмешался в конфликт группы молодых мужчин. Под утро его разбудил знакомый, у которого произошел конфликт в местном ночном клубе с группой молодых людей. По его просьбе спортсмен решил вмешаться в переговоры и уладить ситуацию. Молодые люди, с которыми произошла ссора, стояли на берегу озера. Среди них находились вооруженные Мункуев и Санжеев, которые сразу после начала переговоров, не вникнув в их суть, внезапно напали на спортсмена. Мункуев нанес ножевое ранение в грудь спортсмена, а Санжеев нанес семь ударов металлическим прутом по голове. Третий участник этого убийства, Бадмаев, достал травматический пистолет и открыл стрельбу постоявшим рядом людям, которые могли бы предотвратить убийство. Добавлю, Юрий Власко был мастером спорта международного класса. В 2015 и 2016 годах он становился победителем юниорского чемпионата Европы по вольной борьбе. Сеть подпольных казино в Улан-Удэ наконец-то закрыли. Полицейские сегодня отчитались о том, что приостановили деятельность двух организованных групп. Они создали в городе 10 незаконных игровых клубов. В МВД сообщили, заведено 8 уголовных дел. Подробности у Екатерины Устюшенко. В начале года в нашу редакцию поступили жалобы от горожан на подпольные игровые клубы. Постоянный шум, разборки, угрозы. При этом незаконные казино работали у всех под носом, в центре города. Обращения в полицию, по словам жителей, давали лишь временный эффект. Чтобы разобраться во всей этой истории, с разницей в неделю две наши съемочные группы отправились по указанным адресам. В том, что на гостиных рядах или на саянах работает именно казино, а не интернет-кафе, сомневаться уже не приходилось. Позже с сотрудниками подпольных казино разговаривали уже не мы, а правоохранительные органы. В итоге 8 уголовных дел, закрыто 10 точек, изъято более 250 единиц игорного оборудования. Сотовые телефоны, кассовые аппараты, жесткие диски, а также документация, изобличающая организаторов и участников. В феврале текущего года полицейским взаимодействием со сотрудниками Следственного управления, Следственного комитета при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена деятельность двух организованных групп, открывших 10 подпольных игорных заведений в столице Бурятии. Задержано пятеро граждан, подозреваемых в незаконной организации азартных игр. Следует отметить, что данную деятельность преступники еще и законспирировали, зарегистрировав ее на индивидуального предпринимателя, подставное лицо жителей Иркутской области. Эта вся деятельность была разоблачена в результате работы, и, конечно, это заняло время. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются, поэтому сотрудники правоохранительных органов обращаются к жителям, пострадавшим от незаконной игорной деятельности в Улан-Удэ, с просьбой сообщить о данных фактах. Номера телефонов вы можете увидеть на экранах телевизоров. Через некоторое время мы проверим, не возродились ли, подобно Фениксу, закрытые игровые точки. Как показала практика, такое бывает. Екатерина Устюшенко, Аркадий Амбуев, телекомпания АТВ Молодожены из Бурятии выехали в Таиланд и не могут вернуться. У семейной пары во время путешествия преждевременно родился ребенок. Сейчас новорожденная с мамой в больнице, а молодой отец пытается найти деньги на дорогу домой и оплату лечения своей недоношенной дочери, потому что медицинскую страховку семья не оформляла. Нужен постоянный контроль докторов. Постоянный. Тут очень оборудованный центр по недоношенным детям. Нам разрешают заходить туда два раза в день. Один раз в 11, другой в 17. И в 17.30 нам разрешают к ней прикоснуться после обработки рук. Роды и содержание в местной больнице обошлись в круглую сумму. Ежедневно семье приходится выкладывать более 30 тысяч рублей. Дорога домой – это еще несколько сотен тысяч. Перевозить малышку нужно только спецбортом санавиации. На данный момент у меня нету вот этих денег, чтобы до конца, скажем, завершить эту миссию. Сейчас я машину имею BMW X5, которую мы уже на данный момент отправили в Иркутске. Она стоит там на продаже. При ее комплектации она должна стоить миллион двести, но мы ее отдаем, скажем, за миллион рублей. Помимо автомобиля, Ваген выставил на продажу и собственный бизнес. Пока покупателей не нашлось, а молодожены просят помощи в социальных сетях. Все реквизиты для неравнодушных людей указаны на странице в Инстаграм Вазгена Шерваняна. Скандал с выделением земель в дачном некоммерческом товариществе «Ургаса» вышел на федеральный уровень. Телеканал РЕН-ТВ заинтересовался сюжетами нашей телекомпании и выпустил свой материал про невольных самовольщиков и экс-ректора сельхозакадемии Александра Попова. Бывшего ректора Бурятской сельхозакадемии обвиняют в рукоприкладстве и крупном мошенничестве с землями. Якобы Александр Попов избил своего экс-сотрудника, когда тот обратился к нему с просьбой прояснить ситуацию с документами на участке, которые когда-то были выделены преподавателем под дачи. И далее несколько минут программы «Экстренный вызов» говорили о возможных земельных махинациях в сельхозакадемии. Правда, федеральные каналы не знают о массовых пикетах в Улан-Удэ. Жители нашумевшего ДНТ «Ургаса» вышли на уличную акцию с просьбой узаконить их земли. По их словам, сельхозакадемия выдала им земли, которые нельзя получить в собственность. Участки, которые купили члены ДНТ, до сих пор закреплены за вузом. Хотя еще семь лет назад территорию обещали перевести в статус муниципальный. Построились мы в 2012 году. И вот по сей день ждем документов. Нам каждый год обещают документы, документов нет. Очень просим, чтобы нам помогли в решении этой проблемы. Потому что у нас дети маленькие, и мы боимся остаться без дома. Никуда не могу устроиться, ничего. Ну, постоянного места прописки нет. Хотя дом стоит, участок есть. А так никаких документов, ничего не можем делать. Хотим, чтобы нас услышали. Мы тоже как люди, тоже хотим жить как все, иметь документы, прописку, почтовый адрес. Напомню, телекомпания АТВ много раз освещала проблемы жителей ДНТ. Как нам стало известно, сегодня им стараются помочь в правительстве республики. Однако обманутые самовольщики уже устали ждать и как могут стараются привлечь к себе внимание. Жители Кяхты пожаловались на беседку за шесть бюджетных миллионов в центре города. И аварийный мост, который долгое время не могут привести в порядок. Люди говорят, мэрия готова тратить деньги на купол с двумя скамейками. А вот на важный объект инфраструктуры денег вечно нет. Так ли это на самом деле, выяснял Будамунхоев. Этой ротонде от силы три месяца. Работы на ней завершили в минувшем декабре. Однако сия постройка уже трещит по швам. На эту конструкцию и благоустройство вокруг нее ушло почти шесть миллионов рублей. Мало того, что строили зимой, так еще и не до конца замазали швы. Плиты рискуют отойти уже в этом году. Строители промахнулись даже с бордюрным камнем. Судя по его виду, поребрик либо перетащили с другого места, либо закупали в секонд-хенде. Мордюрный камень был новый. Новый? Новый. Но вся фотофиксация есть, можно до побелки все посмотреть, как все выглядело. А если выяснится, что он не свежий и уже покрошился, вы будете звать подрядчика переделать? У него есть гарантия, гарантийные обязательства по конкурсу. Отмечу, строили ротонду по федеральной программе «Комфортная городская среда». Куда меньше повезло Кяхтинскому мосту. На его ремонт денег из Москвы не выделяют, а гарантия на него истекла еще в лохматом году. Вот попасть мне в ГАИ, да, мне крюк нужно сделать, это будет километр, километр крюк, чтобы попасть мне на ту сторону. В Кяхте есть традиция раз в четыре года признавать этот мост аварийным. Тут сгнила подпорная стенка и верхнее покрытие. Но даже в таком виде он все еще нужен пешеходам. У нас все мосты, в принципе, на сегодня не соответствуют ни одному нормативу. По логике вещей мы его должны снести, разработать проектную документацию, но это затянется на очень длительное время. То есть получить какое-то финансирование, ну, сами понимаете. Потому мост снова отремонтируют временно. Реконструкция обойдется примерно в 30 миллионов рублей. Бюджет города такую сумму не потянет, а просить денег со стороны пока не торопятся. Ведь тут еще предыдущую инвестицию из федерального центра до ума не довели. Просим прокуратуры Бурятии считать этот сюжет официальным обращением. Вудаман Хоев, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ. Жители дома номер 39 на улице Октябрьская не могут сделать ремонт в своих квартирах. Их управляющая компания «Эталон-С» некачественно отремонтировала крышу. Из-за этого зимой на чердаке скапливается конденсат. Весной снег и лед тают, а у собственников квартир, которые живут на пятом этаже, бежит вода с потолка. Подробности в нашем следующем сюжете. Вот этим слоем, это уже новый пошел. Вот такой слой был. Вот это все было ровно. Георгий Михайлович живет в этом доме со дня его постройки. Все эти долгие годы он борется за его крышу. Ее история тоже весьма интересная. По словам Георгия, сначала она была плоская, без утеплителей и кровельного материала. Только спустя время он добился того, чтобы ее построили. Крышу построили, правда, кое-как. Огромные щели между профнастилом, вентиляция, которая выходит из квартир, но не выведена на улицу. Из-за этого зимой с года в год здесь собирается конденсат, который весной начинает таять и течь по стенам и потолкам жильцов. Я обращался к ним, это и к Супони лично обращались. Это было после каникул январских. Я почувствовал, что у нас такая же ерунда будет, что будет протекать крыша. Он залез на крышу и вся крыша была поднята конденсатом. Вся, абсолютно. Владимиру повезло меньше. Он переехал в этот дом два года назад из Бантовского района и уже много раз об этом пожалел. За все это время доделать ремонт ему не удалось. Не только весной, но и летом во время сильных дождей по его стенам и потолкам идет течь. Грибок, плесень и запах сырости – его друзья последние пару лет. Мы не потолок не можем, вот так все это ждем. Если мы сейчас натяжное сделаем, то сами знаете, где вода эта будет. Еще в мае прошлого года жители дома подали заявку на проведение ремонта крыши, но документы потеряли. Только спустя 10 месяцев им удалось перервать череду отфутболиваний. Наши повторные документы поступили только в феврале. И то мы четыре раза обращались туда, на прием к Супони. И только в феврале месяце поступили наконец в комитет по капитальному строительству. И теперь нас только на 2020 год поставили, а на крыше сейчас снег весь упал, и там вот хоть на лыжах катайся. В дырах вся крыша. А пока в управляшке лишь разводят руками, расписываются в собственном бессилии. Мы со своей стороны делаем все возможное. То есть латаем эти дыры, убираем снег, то есть вот это вся налить, инии, все, что образовывается или попадает, вычищаем. Действительно, через несколько часов после нашего разговора чердак попытались почистить. Но, по словам жильцов, сделали это на скорую руку и не до конца. Стандартная для эталона картина. Ну, по данному обращению мы проведем внепланную выездную проверку в отношении управляющей организации эталонной. И в ходе выездной проверки, если доводы подтвердятся, то примем меры, выдадим предписание о том, чтобы управляющая организация в кратчайшие сроки устранила выявленные нарушения. И будем проверять исполнение предписания. В случае неисполнения предписания, материалы будут направлены в Гостро и Жилнадзор для привлечения к административной ответственности управляющую организацию. Кристина Филиппова, Николай Тулбаев, телекомпания АТВ. Мы вас выселим, только сначала сами поймем откуда. В дело о банкротстве ОАО «Водоканал» оказалась втянута семья бывшего сотрудника предприятия. Несколько лет назад семье выдали служебную квартиру, но потом из-за процедуры банкротства конкурсный управляющий решил людей выселить, а жилье продать. Суд по этому делу назначен на 11 марта. Слово Таисии Хромовой. Для Яковлевых это далеко не первое слушание в железнодорожном суде. Обанкротившийся ОАО «Водоканал» распродает свое имущество и подал на Яковлевых судебный иск. По их словам, семья незаконно проживает в здании, где размещена насосная станция. Поэтому было принято решение выселять. Там прописано в этом помещении. Они говорят, что мы, еще и формулировка такая, незаконное владение. Как незаконное, когда нас на основании протокола, но мы же не сами пришли и туда заселились. То есть 13 лет мы там прожили уже, по прописке даже, 13 лет. Двухкомнатную квартиру на Уссурийска-15 муж Ларисы Станислав получил, когда работал на водоканале с лесарем. Семья сделала ремонт, вставила пластиковые окна, а два года назад установила котел для отопления за 200 тысяч рублей. Но в 2015 году ОАО «Водоканал» начали банкротить за долги. Конкурсный управляющий решил продать имущество компании, чтобы рассчитаться с кредиторами. На самом деле насосная станция уже более 10 лет не используется фактически. То есть мы можем сказать, что людей поселили там, это служебное жилье, правильно? И сегодня их выселяет только, цепляется то основание, что якобы это не жилое помещение, давайте мы нас выселим. А людей заставили вложить свои деньги. То есть, получается, они могли действительно, может, сами что-то купить, но их ввели в заблуждение. Путаницу в дело внес и сам ОАО «Водоканал». Они забирают здание по адресу Уссурийская, 15, а якобы его прописаны на Уссурийской, 15, квартира 1. Даже несмотря на то, что по факту это одно и то же здание, по словам представителя ОАО «Водоканала», это два разных помещения. Представители САА не смогли внятно объяснить, что они хотят. Я не буду давать кроме того. А почему вы отказываетесь? Потому что я занята, я спешу на другой процесс. Можно меня не снимать? Я запрещаю вам меня не снимать. А почему? На каком слове? Я не хочу, это моя личная жизнь. Это мой... А для... Представитель ОАО «Водоканала» отказался комментировать и отвечать на наши вопросы. Уссурийская, 15, квартира 1. Это жилое помещение. На нее есть кадастровые, на нее есть технический паспорт. Она, в принципе, правообладатель не установлен до сих пор. А вот то, что они заявляют на Уссурийскую, 15, это их помещение. Уссурийская, 15, это один дом. Значит, там вот квартира 1. Все. Судебное заседание отложили до 11 марта. Третьим лицом привлекут муфа «Водоканал», которому в начале года в аренду было передано служебное здание по Уссурийской, 15. А героине сюжета пришлось съехать из спорной квартиры и перевести часть своих вещей. Теперь она живет у подруги. Своего жилья у Ларисы нет. Таисия Хромова, Булат Жигмитов, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ. К широкой масленице в Абсолюте. Икра лососевая зернистая. Всего 168 рублей 99 копеек. Абсолют. Гарант низких цен. Продолжаем выпуск. В Бурятии начнут ремонтировать региональные дороги. Об этом заявил глава республики на семинаре Министерства транспорта России в Подмосковье. К 2024 году приведут в порядок половину всех региональных магистралей. Благодаря этому 85% дорог республики станут соответствовать всем стандартам. У нас сформирована программа трехлетняя. Сейчас сформировалась программа уже на последующий период. И мы понимаем, что делать, как делать и когда делать. Уверен, что наши жители это оценят. Добавлю, региональные дороги будут приводить в порядок по проекту безопасные и качественные дороги. В этом году он получит статус национального. И в продолжение темы строительства. В 2019 году в Бурятии построят 14 детских садов. Они появятся в Иволгинском, Яравнинском и Заиграевском районах. На стройку выделено почти полтора миллиарда рублей. Строить сады будет компания ПИК. А региональное правительство эти сады, после того, как они будут сданы в эксплуатацию, выкупит. ПИК строит квартиры и социальные объекты в нескольких регионах страны. Компания считается надежной. Так как правительство страны включило ее в перечень системы образующих предприятий российской экономики. Что еще известно про группу компаний ПИК? Об этом далее. Субтитры создавал DimaTorzok В самом большом детском саду Левобережья, Зорька, где детей учат сразу трем языкам, сегодня показали спектакль на бурятском языке. Сыграть в нем для четырех годовалых детей проще простого. Русский и английский в саду учат с пеленок. Секрет педагогического мастерства выясняла моя коллега Елена Гармаева. Триллингвальная среда – это жизнь в саду. Дети общаются сразу на трех языках – на английском, бурятском и русском. А мета-ала-жа-болох-у-и. А мета-ала-жа-болох-у-и. Сценка на бурятском языке, обыгранная дошколятами, передает чистоту и безакцентность произношения бурятских слов. Уже почти четыре года детский сад Зорька погружает детей в легкой игровой форме в билингвальные среды. Берем театральную деятельность, активно внедряем его, где дети в игре осваивают язык. Соответственно, тут же и родители в работе с детьми дома, пока заучивают слова, тоже изучают свой язык. Воспитатели группы имеют дополнительное образование – учителя английского или бурятского языков. Они не только на занятиях дают детям азы языка, но и в течение дня, во время умывания, приемов пищи, прогулки, общаются с детьми либо на английском, либо на бурятском. Таким образом создается полноценная языковая среда. Идет параллельное изучение языков по одному направлению. Например, мы взяли один модуль, и этот модуль они отрабатывают параллельно на обнообразовательных ситуациях по бурятскому и по английскому. То есть понимание идет на усвоение на двух языках. Но становится обидно, когда выпускники этого сада, свободноговорящие и понимающие три языка, теряют два из них, если не идут в специализированную языковую школу, так как в первом классе нет английского и бурятского. К сожалению, у этого сада нет преемственности. Сад-школа. Елена Гармаева, Аркадий Амбуев, АТВ. Улан-Удэнцы с помощью интернет-голосования выбрали место для памятника маршалу Рокоссовскому. Он появится к 75-летию Дня Победы в Улан-Удэ. По результатам голосования 70% респондентов выбрали расположение памятника между фонтаном «Звезда» и проезжей частью улицы Болтахинова на мемориале Победы. 17% на лестничном марше, еще 13% предложили свой вариант. Добавлю, художественная композиция будет изготовлена на средства Российского военно-исторического общества, а бюджеты республики и города профинансируют работы по изготовлению постамента и благоустройству территории. Памятник отольют из бронзы, а постамент облицуют гранитными плитами. Согласно эскизу, маршал будет изображен сидящим верхом на коне. Высота скульптуры составит 8 метров. 100 тысяч рублей можно выиграть на шахматном турнире. Он пройдет в Иволгинском Датсане с 8 по 10 марта. Шахматный турнир – это этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам. Рапид Гран-при России. И он проводится в республике 16 лет подряд. Борьба будет очень плотная. Сразу же скажу, что неизвестно, кто победит. Даже сейчас не могу предположить, кто может отдержать победу в этом турнире. Ну и также хотелось бы сказать, что данный турнир является хорошей стартовой площадкой для начинающих юных шахматистов. Участником может стать любой желающий. Напомню, в прошлом году участвовали 600 человек. Самому юному шахматисту было 5 лет. А самому старшему – 86. Почетными гостями турнира станут международные гроссмейстеры Санан Сюгюров и Павел Панкратов. В Улан-Удэ собирали деньги на строительство школы искусств в селе Багдарин Баунтовского района. Школа сгорела в середине февраля из-за плохой электропроводки. Благотворительные концерты и денежный сбор организовали работники колледжа искусств имени Петра Чайковского. Удалось собрать чуть больше 100 тысяч рублей. Подробности далее. Багдаринская школа искусств существует с 1963 года. За это время из нее выпустилось более 500 учащихся. В ночь на 17 февраля школа полностью сгорела. Предполагают, что пожар произошел из-за неисправной электропроводки. Администрация района выделила нам несколько кабинетов, которых мы сейчас занимаемся. Но это все в разных учреждениях, что приносит нам, конечно, неудобства. И сейчас мы живем надеждой, что решится как-то вопрос о строительстве новой музыкальной школы. Пожар уничтожил практически все. Удалось спасти лишь баян за 300 тысяч. На строительство новой школы финансов пока не хватает. Когда это событие произошло, мы, конечно же, решили коллективно, что надо что-то предпринять хоть со своей стороны, хоть какую-то помощь в данном случае. Что называется, всем миром. Деньги с благотворительного концерта будут перечислены на восстановление детской школы искусств в село Багдарин. Мы делаем сегодня доброе, хорошее дело в поддержку и помощь всем, кто испытывает в Багдаринском районе, конечно, трудности. И материальные трудности, и моральные трудности. Мы хотим как-то их облегчить. На сцене колледжа искусств имени Чайковского выступила Республиканская цирковая школа и хореографический колледж имени Ларисы Сахьяновой. Профсоюз работников культуры вручил директору Багдаринской школы сертификат номиналом в 25 тысяч рублей. Неравнодушных зрителей в зале собралось немало. Все они внесли непосильный вклад в поддержку погорельцев. Пришла на благотворительный концерт. Я пожелаю скорейшего отстройки школы, чтобы больше такого не случалось не только с этой школой, но еще и с другими школами. В настоящий момент коллектив преподавателей и ученики детской школы искусств остро нуждаются в материальной поддержке для приобретения самого необходимого учебного оборудования. Таисия Хромова, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Более подробно о событиях дня в республике вы можете узнать на сайте АТВ и в наших аккаунтах в социальных сетях. Я желаю вам хорошей рабочей недели. До встречи. К широкой масленице в Абсолюте. Молоко фермерское отборное. Всего 49 рублей 99 копеек. Абсолют. Гарант низких цен. Барис дарит путешествие мечты. Купи продукцию Проктор энд Гэмбл и выиграй сертификаты на туристическую путевку. Покупайте в Барис и выигрывайте путешествие мечты. Барис. Нам 25 лет. Продолжение следует.